можете кинуть не дискорд жамба макса скиньте мне никнейм скиньте мне никнейм в контакте его аккаунт а ща 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 чекаю свой ls вконтакте никто ничего не отправил в контакте мне наебали киньте никто не дискорд напиши ему вк ты не знаю как его найти погоди я не знаю как найти группа джамба макс не ищется короче не получится по ходу с джамба состыковаться никто не кидает мне его дис и я не знаю как его найти короче так сейчас попробую в дискорде найти всем здорово всем даром добрый привет привет родородором как вам презентация давайте вкратце каждая своем хо скажет для персона чел чтобы я понимал ваш настрой сейчас я сделаю кушать другому сейчас парни прошу прошли не за такой но да мы не запланировали да сейчас еще бы если пуляй придет блин это будет шок для пуляй вообще жив он хороший парень вопрос к нему не должно быть человек но плане шоу нас украина я так понимаю в этом шутка вообще что-то не очень проще сейчас сделаем сейчас и принял что мне есть вторая камера погоди я хочу вывести вас на экран людям сейчас выше не против а есть я вижу и вижу команда 113 он он без 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 да у меня особенность такая окей окей так так парни вы написали пуляеву пуля его написали а у меня контакта его нет а в большое платье надо переименовать уже стрим пацаны собрались на автопати обсудить всю эту хрень короче парни мы собрались здесь чтобы обсудить то что нам показал фил спенсер да так или иначе вы ребята которые можете иметь совершенно разные позиции если дед вижу тебя другие взгляды могут быть поддерживать поддержать xbox ты сможешь а серёга таран он наверное ну больше против xbox и я же прав против xbox ну ладно любитель не соблю я не фанат xbox окей ну ладно буду адвокат дьявола сегодня хорошо я готов готов деда не слышно он просто покуривая просто по рации включил чтобы если что не мешать вам давай давай начнем как раз деда как тебе презы xbox бля на самом деле где-то первый час я смотрел на время и думал она она идет всего час всего полтора часа почему так мало всего то есть но пообещали starfield что фил спенсер покажет но такой типа ну а что а что еще там вольфенштейн 3 прочее и тут появляется фил спенсер и такой вот у нас классная партнерство стек макой и я такой думаю ну да так мы классные ребята и такой а еще у нас есть еще одна японская студия с которой мы хотели хотели давно как бы партнерства и это думаю блин не 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 и тут персона 3 4 5 на пк просто персона 5 рояль на пк или вообще на другой платформе кроме playstation это огромная огромная великая вещь на самом деле потому что очень многие хотели я понимаю что не так много фанатов японских игр в россии но персона 5 рояль это что-то о чем мечтали многие допустим люди эмуляторы playstation 3 себе ставили и эта игра была настолько популярна что на эмулятор playstation 3 вышел русификатор для обычной персоны 5 люди играли вот таким образом и теперь она появится на иксбоксе и на пк и все это в геймпассе это просто взрыв мозга на самом деле я starfield смотрел я думал бля персона 5 рояль на пк нахуй это такая великая хуйня насколько я знаю ты ну любители японских jrpg да и соответственно тебе это вкатил очень сильно но я бы сказал что персона 5 рояль это не то чтобы чисто для фанатов jrpg это такая jrpg которая вышла в очень большой мейнстрим то есть это молили об этой игре чтобы она где-то вышла кроме ps4 там на свитч просто бешеное количество людей там и в раздеваться принято что эти люди верят в мечту которая никогда не осуществится и вот эта игра появится на пк и на иксбоксе боже это я советую нее поиграть потому что это не только jrpg то есть не только там пошаговая боевка огромная часть этой игры это социальное взаимодействие со своими своими друзьями то есть по сути ты год проживаешь школе готовишься к экзаменам общаешься с людьми и на фоне всего этого происходит очень интересный сюжет про японское общество про коррумпированность правительства и ты как-то во всем этом существуешь во всему этому проникаешься и спустя 200 часов ты такой ахули так быстро все закончилось а еще из анонсов тебе что-нибудь понравилось вкатило если честно я ожидал большего типа хотя бы там battle royale по хейла вольфенштейн 3 что-нибудь такое про и 2 многие говорили что будет но вот это да действительно такой очень разочаровывающий момент то есть я надеюсь что все это будет четырнадцатого но как показывает практика четырнадцатого скорее всего будут рассказывать про игры которые уже были показаны ну вот да скорее всего что то есть еще сказать в целом о презентации какие у тебя ожидания подтвердились или нет ну подтвердились ожидания думаю всех что показали старфилд печально что эта игра выйдет начале следующего года но редфол я если честно не особо ждал выглядит достаточно интересно но опять же у меня нет друзей чтобы играть с ними в кооперативе вот но выглядит она интересно слушай а вот например можешь подробнее рассказать свое мнение старфилд старфилд выглядит убого если честно именно с она она очень серая то есть вот у нее какой-то стиль которому я еще не так привык да то есть я вижу что это все сделано на движке fallout 4 что это сделано так вот в стиле бесезды немножко забаговано немножко коряло но в принципе это работает то есть бесезда всегда берет именно масштабом и они рассказали про этот масштаб то что у них там сто этих солнечных систем тысячи планет и в принципе понятно что эти планеты они как бы ну как правило будут пустые да то есть понятно что есть сюжетные планеты есть сюжетные планеты на которых что-то будет происходить а дальше это будешь исследовать и что-то ты там возьму возможно можешь найти у меня возникло ощущение что как будто это планета знаешь из первого масс эффекта на который ты высаживаешься в этом квадроцикле или как эта штука называлась ты по ней ездишь это может быть один бункер где-то есть вот но я надеюсь что все это будет круто я я уверен что это будет круто но опять же бесезда она любит всю эту фигню типа строительство собственных баз там прочее и видимо все эти планеты должны чтобы ты обстроил базы вот вы понимаете это по сути уже второй человек который замечает некую пустоту но пофиг серёг а это как и лёня тебе что-то есть еще сказать я я думаю нет я думаю нет пусть другие выскажутся так серёга окей слушай та же фигня про starfield что она огромная будет было претензия что типа смотрится убога да так игра да бля я получается playstation не буду сейчас защищать буду говорить про старфилд как может огромная игра быть ну типа графонистый по уровню не знаю last of us 2 это просто невозможно сделать так что в этом плане претензий нет стрельба может быть убогая там да можно было сделать покруче но еще у них полгода я если говорить о презентации ждал геймплей старфилд его показали зачет хотя да была такая тема что конец презентации типа там начинает что-то тот говард говорить и типа начинается текст он просто рассказывает и думаю бля наверное не будет ни хера геймплей что-то там показали небольшой трейлер все но потом показали геймплей зачет но для меня самым большим анонсом неожиданным это было все таки мотоспорт что он возвращается я большой поклонник гран туризма господи забыл да и для меня будет новый эксперимент попробовать мотоспорт потому что я купил себе бокс я не успел скачать мотоспорт что там случилось серии с лицензия седьмую короче минусы нули столько еще не час лёня 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 скинь сейчас сейчас лёня лёня скинь мне свой в дискорд вконтакте скинь мне свой дискорд вконтакте скинь мне свой дискорд вконтакте скинь мне свой дискорд вконтакте Погоди, свой дискорд в контакте? Я не совсем понимаю, что ты Смотри, смотри, ник с дискорда копируешь Кидаешь в контакт А, ща, 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 погоди Нет, блядь, ну ты же тоже Лёня А, я не Лёня Ну да Окей, другой Лёня, хорошо Пуляев, пуляев, он же тоже Лёня А, ещё? Пятый человек Да, сейчас, окей Мне очень интересно Потому что Он ждал Старфилд Говорю, это будет без оптёр Я просто хочу выслушать, вот, чисто Кидаю мне в контакте, пожалуйста Дискорд Вообще, зачёт, что показали геймплей Если бы не показали, то было бы смешно Если бы ещё не показали геймплей Рада Но если бы не показали геймплей спустя всё это время После переноса, да, это было бы странно Форзе Форзе мотоспорт Что только я один в восторге, типа, клёво Симулятор с повреждениями С графончиком Или никто в гонке не играет Не, но он выглядел хорошо Там много рассказали и про, там, графику И про систему повреждений Это было круто Но вы видели эти треки Форза Хорайзен 5 Там, типа, машинки ездят по небу Это так круто, это было так классно Ну, не знаю Ладно, у каждого свой вкус Я больше по симуляторам И буду ждать мотоспорт По-моему, даты не было ещё, да, Макс? Двадцать третий, двадцать третий Была дата, да? Весна, весна двадцать третий Да, 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 весна двадцать третий А, было, да? Окей, окей Вот это жду Вот это жду Даже лоб в лоб сравню с Гран Туризма 7 И постараюсь максимально Непредвзято Высказать своё мнение По этому поводу Сейчас Ну, остальным В остальном Презентация зачёт Да, вот хотелось чего-то Как вот Лёня говорит Что Что-нибудь такого Прям, чтобы вау Такого не было, к сожалению Ну, был, типа, вау от Форза Но не такой И ваут, и ваут Ну, что-то новое Большое Трипл-эй Но всё-таки столько денег Вот я на стриме говорил людям Что, блин Мы сравниваем Сони и Майкрософт Но Майкрософт Ресурсов просто ебищем И Типа, они На голову лучше не делают На три головы Должны лучше делать Учитывая все эти ресурсы Капки, возможности Но этого пока нет Вот в чём дело Так, окей Просто зачёт Просто зачёт Большой жирный зачёт Да, и Hollow Knight Вторая часть Тоже порадовала Я первый прошёл Не так давно А, Кодзима Кодзима делает игру В партнёрстве с Майкрософт Он сказал, что, типа Идёт в какие-то новые жанры Делает игру Которую никогда Ещё никто даже Не мог себе представить Всё это в партнёрстве С Майкрософт Я так понимаю Что это будет Дестрендинг Только в партнёрстве Уже с Майкрософт Что-то новое Что-то необычное Кодзимыч И мне кажется Что это действительно Очень сильно всколыхнёт Интернет Потому что Кодзима гений Все дела Рот ебал его За Metal Gear Solid 5 Если честно Но Дестрендинг А что там с ним не так Подожди Что с Metal Gear Solid 5 Не так Ну, потому что Это дрочильня В открытом мире Хуй знает зачем Если честно Я недавно перепрошёл Просто 70 часов Никуда Сюжет вообще Никакой То есть сюжет Абсолютно Никакого влияния На остальную серию Не имеет Они просто стоят С крутым видом И такие Да, мы Diamond Dogs Да ладно А идея про язык Особенно сейчас актуальна Что язык Нас Отличает Мы отличаем друг друга По тому На каком языке мы говорим Вся эта тема Там главный злодей Загонял вот эту штуку Что Родина Это не страна И не какой-то этот Да, родина Это язык Языковая среда В которой мы существуем Но по факту По факту За всеми этими разговорами Скрывалось то Что у него был вирус Который может убивать людей По определенному языку И он вообще хотел Раздавать странам Ядерное оружие Чтобы Создалась Полная Полная защита Этносов Через То, что не будет Никаких войн Потому что все будут бояться Ядерного апокалипсиса И при этом он будет Контролировать Все это ядерное оружие На самом деле Все эти трейлеры В которых говорили Типа слова Которые убивают По факту Это было Максимально буквально Потому что там Типа если человек С этим вирусом заговорит То он начнет распространяться И если честно Это были спойлеры Я Если честно Все это настолько На поверхности Что я проходил это И думал Какая же эта хуйня Если честно Окей То есть для тебя Слишком просто Ты знал кстати Что главный злодей Если почитать Википедию Он Что-то на его деревню Постоянно нападали Захватывали Заставляли ее говорить На другом языке И он потом решил Мстить этим людям И он жил в Советском Союзе И работал ассасином И в Википедии написано Что он убил И Осипа Сталина Вот Это Кодима любит Это Кодима такую фигню любит Ну Дело в том Что да Я просто Возможно Из-за того Что я остальные части К сожалению Не смог пройти Ввиду языкового барьера Поэтому мне пятая часть В принципе понравилась Понравилась Потому что я не играл В остальные Ты так понимаю Прошел третью Четвертую Самые Клевые части Стоит позор Что не прошел Ну ладно Ладно Про то что Кодима Выпустит Death Stranding 2 Я думаю что-то выпустит Новое Опять безумное Все будут плеваться А потом скажут Что гениально Это же Кодима Сейчас Леня зайдет Слушай Можно еще одного товарища Пару слов скажешь Давайте смотри Леня зайдет И мы еще пригласим Да Дай ссылку Как мне пригласить Ссылку Ты можешь добавить друзей В беседу Позвонить мне кажется Что-то я искал Не нашел Но я дискорда Мне особо пользуюсь Дискорда Мне просто ник Поперсонешь И все Сейчас он Добавит Очень Очень Интересно Во что будете Сами играть Максим Ты ничего не сказал Я уйду в спорт Я говорю Вот после прессы На самом деле Я наверное Не в одну В спорт Потому что После прессы Боже Я уйду в спорт Это буквально Или фигурально Знаешь Я больше буду тренить Нежели играть Потому что Вот такой мой ответ Потому что То что я увидел на прессе Мне ни за что Заплатить не хочется Так и не надо У тебя геймпасс будет А Народ требуется Бесплатно Никакого платного Я понял Но знаешь честно Меня Я ждал хотя бы Каких-то CGI трейлеров В конце Ты знаешь Как бывает В конце трейлера Показывают Логотипы Каких-то франшиз По типу Вульфенштейн Гиря Там то-то-то Где ты лучший Спасибо большое И большинство игр Очередно раз Хочет пояснить Что поискать не существует Наверное это не то качество Которое Пси гейминг шоу Не забудь Я бы стараюсь Я понимаю Что сейчас Везде какой-то Идет простой Подожди Кто бокс защищает Или Нет Я сейчас вот сказываю Тут на самом деле Бокс Нет Сейчас погоди Вот Леня Вот Леня Он очень любит Сейчас Сейчас он меня добавит Вот эти лужки Они у меня все еще есть Немного позже Где тебя не слышно А я просто с чатом общаюсь Поэтому себе по рации поставил Чтобы вас не напрягать Он не добавляет Смотрел ли мы по персоне Нет Но он достаточно бесполезный Зачем вы смотрите мы по персоне Когда можно играть в персона У меня Шура СМ7Б Какую часть Начинает знакомство С серии МГС С первой Леонид еще будет Леонид Леонид Пати обещает Не надеюсь Что сконнектится И надеюсь Что у него Но у нас руки Все будут Потому что По другому Здесь никак Бля Я давно О Пуляве Не слышал Если честно Посмотри Чем занимался Выживал человек Леня Леня Привет Леня Леня Мы тебя слышим Ты нас слышишь? Ой Я вас вижу Сейчас я вас закрою Ребят Я стрим Ваши крюки Все Троица Как бороться с депрессией Найди что-то новое Для себя в жизни Чел Найди что-то новое Для себя У меня типа Для стрима нормально Хан Шелдауна хорошая игра Но мне больше тарков нравится Самый главный вопрос По презентации Я хочу сразу сказать Ребят Что Смотрите Загадывайте желания Потому что Вот Сережа и Макс Загадывайте желания Потому что Сейчас Между двух Леней Давай Я сейчас Загадаю Ты еврей? Нет Я не еврей К сожалению К сожалению Сложно думать Короче У меня сегодня Персон Такая на 100 плюс часов Ну и жить надо Если что Это Леня С канала Пуляев Он по сути Тоже любит Иксбокс Если вкратце И в целом Этого достаточно Мне кажется А кто Блин Плейстейшн Только я Один Спасибо Пригласили на пати А можно Старфилд выстрелит Я думаю Старфилд очень сильно Выстрелит Лень Честно Мне очень Хочется Узнать С депрессией Персон Опять Хорошо справляется До нее дожить нужно Как ты вообще Жив Здоров Попробуй Персон 4 Golden В стиме Купить Чел Она хорошо Поможет 8 минут До PC Гейминг Шоу Хорошо Я посмотрю Да Реально Но Просто Понимаешь Я могу Быть хуже Я реально понимаю Поэтому я не жалуюсь Это весь Кнек Кнек Одну секунду Тут Каргас Передает Что он Тоже любит Плейстейшн За Кнек Кнек 2 Пусть Напишет Мне Блядь Что Не надо Нет Чел Нет 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 Кнек Кнек 2 Это Самые Великие Эксклюзивы Парни 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 Леха Скорее всего Леха 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 У меня отключен Микро в дискорде Когда я говорю с вами Ты знаешь Я наверное пойду Потому что Что-то я чувствую Тут аудитория Расширяется Не мой Поэтому Слишком людно стало Так Леха Спасибо тебе за стрел Лампочка Не потерялась Можно тогда человека Который Чуть Немного другие вкусы Имеет В плане Чуть лучше чем Чуть хуже Леха Спасибо тебе Что пришел Так Вот кстати Консульмане Я бы пригласил Пока излучши плохо Не Я бы пригласил Знаешь почему Чел Определитесь уже Мне кажется Что он будет На стримах Не тот образ Который мы видим В роликах Это будет интересно Бля Кстати Таран Очень классная пародия На Консульмане Спасибо Это приятно Я диск Мать его сломал На котором были драйвера Я не знаю Скачаю ли их теперь Где-нибудь Потому что это были Дрова Он тоже не настоящие диски Ломал Спасибо Не ну Консульмане На самом деле Такой человек Который Он вот Своё делает И вне этого Он никак не существует В общем и целом То есть Он Никаким Хотя не Хотя не Один видос я сделал Где ему респектнул За то что он даже Когда Его там бомбили Он съехал с квартиры И Подожди Он тоже в Украине Да Да И он в своей машине Снимал Всё равно Обновление PlayStation Plus Я ему выказал За это уважение И он В группе Вконтакте Меня поблагодарил Супер Мега Респект Чел Реально Ну Пожарская Конечно С машины Снимали Ну Тогда Это будет интересно Чел Поклонник PlayStation До мозга Костей Ну Он Джима Района Просто ненавидит Он говорит Что PlayStation Only Only on PlayStation For a player Maximum Naibation Хороший слоган Короче Есть Фанаты Болтса Старой Веры Которые там Считают Этого самого Как прошлый Руководитель Был Короче Просто Великим Человеком Пусть скинет Ещё раз Тот Тоже История Тем великим Человеком Который Проебал PlayStation V2 Я никогда Не прощу Поклонник PlayStation Я про Этого Я про Xbox Понял Есть Xbox Старой Веры Старой Веры Ну Кастопол сырал Парни conferences Miami Который Матрики Ну короче Деревни Староверов Каннибалов Которые В лесах Сибири Всё ещё Есть Это Вот это из того же лагеря. Да, я жду PC Gaming Show. Парни, 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 давайте вернемся к вопросу. Лёнь, расскажи, опять же, более подробно свои эмоции о Prezi Xbox и, ну, наверное, ты сам знаешь о Старфлоде. Я, насколько знаю, ты очень ждал эту игру. Вот, и просто расскажи, без всякого рофла своё мнение. Да, окей. Да, играл Scarlet Nexus, хорошая игра. Я хочу сказать, ну, блин, так, на семёрочку. Ну, такая... Согласен, вот так он. Ничего такого, вау, просто крепкая. Собереги респект. Prezi, ну, может, ну, на семёрочку, да. Если там за рамки Diablo, Diablo меня, конечно, разорвало, показали, хотя я был уверен, что её добавят в Game Pass. Вот, и если бы сказали бы, что в Game Pass, вот прямо на презентации сказали, я думаю, она будет в презентации, в Game Pass всё-таки, по итогу, потому что, ну... Ну да, они же покупают Blizzard. Да-да-да-да-да-да. Ну, короче, не суть, но если бы они сказали, ты направь на его прямо на презентации, что будет в Game Pass, это был бы, конечно, разрыв. Вот. Преза просто, ну, такая, ну, без вау, базара нет. Просто мы про большинство уже всё знали, показали Starfield. Мне понравилось. Да, я перейду туда в 23 минуты. А зачем именис, тебе понравился Starfield? Блин, ну, чувак, ну, это... Она, нифига себе, масштабная. Да-да-да. Вообще просто... Большая. Там, ну, сначала показали, ты просто ходишь, потом показали, ты там, типа, строишь что-то, потом там города показали, потом ты просто тупо в космос отправляешься. То есть ты просто реально понимаешь, что там, ну, когда говорили, что можно стать, примкнуть там в касте пиратов, то есть можешь стать пиратом космическим, грубо говоря, можешь стать торговцем, можешь развивать торговлю. Согласен, Саркет, согласен. Можешь просто быть отдельным каким-то, ну, понимаешь, просто в игре беседки... Папец Берсерк кайфует. Нет, не видел, надо посмотреть. Ты там просто тупо можешь жить. Ну, то есть там мало кто в индустрии вообще делает настолько масштабные игры. А здесь, здесь они, я так посмотрел, и они просто вот будто вышли просто на совершенно какой-то новый уровень. То есть, безусловно, там масштабы, им надо время для разработки, то есть, в принципе, тут понятно. Вот, но... Не понравилось. В Аскарике том же там интересно находиться. В Старфилд пока хер знает. Сейчас, Лёнь, Лёнь, такой... Уточняющий вопрос, вот что касаемо масштабов. А, пацаны, одну секунду, я вынужден отлучиться, там PC Gaming Show начинается через минуту. Давайте, было очень приятно пообщаться. Так, окей, пацаны, PC Gaming Show. PC Gaming Show, поехали. Игорь Негода.